Добрый день, друзья! Сегодня у меня будет очень важное сообщение для президента нашей страны Владимира Зеленского. Я надеюсь, что ему передадут эту информацию. В Украине готовится государственный переворот. Готовится он давно, примерно с начала лета этого года, но раньше это были во многом пустые разговоры. Теперь же, после выборов, все стало намного серьезнее. Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать. У них есть четкий план. Во главе заговора стоит Петр Порошенко. Он понимает, что законным образом он никогда больше не станет президентом. Как и в 2013 году, он хочет обмануть судьбу, обмануть народ Украины и снова получить власть. Откуда у меня эта информация? Дело в том, что я до сих пор поддерживаю отношения со многими людьми в окружении Порошенко. Там не только негодяи. Многие вынуждены оставаться с ним по разным личным причинам. Но эти люди не разделяют маниакальные жажды власти Порошенко. Они переживают за страну. Именно от них я получил эту информацию. Заговор возглавляет и направляет лично Порошенко. В него вовлечено все его ближайшее окружение. Кроме того, в заговор пытаются вовлечь Виталия Кличко. С окружением Кличко на эту тему уже ведутся переговоры. Именно Кличко должен стать президентом после переворота, если у Порошенко не получится самому занять эту должность. При этом Порошенко станет примером с расширенными полномочиями. Для этого снова поменяют Конституцию. Такой у них план. Он разрабатывался давно, но раньше сам Порошенко не верил в его осуществимость. Все изменили местные выборы. Порошенко сделал выводы, что власть слаба, что народ больше не поддерживает Зеленского. Также Порошенко получил контроль над несколькими облсоветами на Западной Украине, которые в нужный момент, по команде естественно, Порошенко, откажутся выполнять распоряжение центральной власти. Кроме того, Порошенко верит в победу Байдена в США и уверяет все свое окружение в том, что Байден в курсе и поддерживает его авантюру. Поэтому сразу после выборов США и победы Байдена планируется начать атаку на президента Зеленского. Это будут информационные атаки и уличные акции. Цель – расшатать ситуацию в стране, сделать ее неуправляемой и вынудить президента досрочно уйти в отставку. После этого будут назначены досрочные парламентские и президентские выборы, которые Порошенко и его союзники собираются выиграть на лозунгах спасения страны от реванша Медведчука и Путина. Если не получится выиграть честно, выборы сфальсифицируют. Это вполне реальный план, и в нем уже согласились участвовать некоторые люди из окружения Зеленского. В частности, личный политический проект и прохождение с ним в Раду обещаны спикеру Дмитрию Разумкову. Именно вокруг него будут собраны осколки партии «Слуга народа» после того, как Зеленский уйдет. Как мне сообщили, Разумкова и еще некоторых людей такой вариант устраивает. Они уже не верят Зеленского и хотят сбежать с тонущего корабля. Есть потенциальные предатели и в офисе президента. Я знаю фамилии тех, кто тайно встречался с окружением Порошенко и вел разговоры на эту тему. Я назову их, если эти люди не одумаются и решат ввязаться в государственный переворот на стороне банды преступников. Владимир Александрович Зеленский. Я обращаюсь к вам. Вы плохой, слабый президент, но вы законный президент. Я не прошу вас никаких наград для себя. Я прошу вас выполнить свою клятву и защитить страну. Я сообщил вам эту информацию, чтобы вы начали действовать, чтобы вы сделали то, что требует закон. Дали команду арестовать преступников, пока они снова не погрузили страну в хаос. Порошенко никогда не смирится с поражением. Если он останется в политике, то он продолжит уничтожать страну ради своих личных интересов. Положите этому конец. Посадите Порошенко и членов его банды. Пока это еще не поздно. Субтитры создавал DimaTorzok